Книгу Архимандрита Тихона Шевкунова перенесли на сцену. В Москве с аншлагом прошли два концерта по бестселлеру «Несвятые святые». За два вечера концерт посмотрели 12 тысяч человек. Билеты были раскоплены за две недели до первого представления. В зале было много детей с родителями. Священник нигде не должен подавать голоса, кроме храма. И это недавнее представление поменялось. Несвятые святые можно трактовать как святые, которые не канонизированы. О них речь в книге и о мире, где живут совершенно по иным законам, чем в обычной жизни. Отец Тихон Шевкунов, выпускник ВГИКа, его учитель, драматург Евгений Григорьев. Инноваторский почерк учителя чувствуется в ученике. На сцене автор книги не появился, но через доходчивые тексты и точное музыкальное сопровождение вселил в зрителя веру, надежду и любовь. Без страха произнесенная правда, какой бы горькой и поначалу непонятной она ни казалась, навсегда остается в памяти человека и будет обличать его до тех пор, пока он не примет ее или не отвергнет навсегда. То и другое в полной власти каждого из людей. Главным в жизни отца Олимпия, по его собственным словам, была любовь. Она-то и являлась его главным, непобедимым и непостижимым для мира оружием. На сцене уникальный хор Сресенского монастыря. Прообраз идеального общества, основанного на слаженном дыхании, в котором важно услышать друг друга. Русский народный ансамбль России имени Людмилы Зыкиной, камерная капелла, русская консерватория, исполняющая мировые хиты от болеро Равеля до Сверидовской метели. Под пронзительную мелодию последней были прочтены духовные стихи самого отца Тихона. Отдельные фрагменты книги читают знаменитые артисты. Дмитрий Дюжев, Василий Луновой, Андрей Вертузаев, Дмитрий Певцов. Для последнего книга архимандрита Тихона перевернула его жизнь. Для меня стало потребностью быть в храме, находиться в нем, причащаться, исповедоваться, бывать на службах. То есть для меня это стало таким уже каким-то, не то что привычным, а стало, ну, в общем, необходимостью. На заднике сцены обложка книги «Не святые, святые». Она уже выдержала семь изданий. Ее общий тираж перевалил за 1 миллион 200 тысяч только по России. А это не детектив, не сборник диет, а жизненные истории и невероятные случайности, которые также происходили на сцене. Господь пошутил с нами и уберег от волнения, того сверхволнения, которое было. Ну, вы представьте себе, что так сложилось, получилось, что я рок-музыкант, а мне пришлось дирижировать хором Сретенского монастыря и еще и звонницей. Вот. Понятно, я написал эту аранжировку, да. Но вот вживую, хорошо, я никогда не дирижировал хором. Тем более хором такого высокого уровня. Сейчас Сретенский монастырь строит храм новомучеников и исповедников Церкви Русской. Фотография проекта появляется на экране в конце вечера. С возведением нового храма на 2000 человек в монастыре будет возможно служение под открытым небом. Те, кто бывал в Печорах, знают про эти незабываемые службы под открытым небом. Это такое особое состояние, когда весь мир становится храмом. Продолжение следует...